Добрый день, господа и примкнувшие к ним дамы, это инстаграм. По моему замыленному лицу вы понимаете, что снимаем мы это вот в эти вот самые, что не на есть жаркие дни, но почему снимаем, потому что судьба заставила. Ведь дело в том, что мой оператор Евгений съездил в Бобруйск и и вдруг привез оттуда то, что я ищу по всем магазинам уже месяц. Добрый вечер, Белая Русь органик водка от Минского Кристалла. Очень сильно захотелось купить, когда увидел анонс, потому что Кристалл объявил, что это органик водка Беларуси, значит у них органик сертификат. Бутылка, ну посмотрите, коробка оформления, но это же чистые росы. Серьезно, это чистые росы. Более того, я сейчас достану бутылку. Ребятушки, я конечно понимаю все, Минск Кристалл. Я даже люблю ваши водки, но серьезно, но это чистые росы, ну ребята, ну я все понимаю, но вы же можете как-то, я не знаю, можно было сделать синий, фиолетовый, красный, там, ну, нет, все, зеленое. И даже те же колоски, даже шрифт похожий. Ну ладно, бог с ним, я собственно говоря из-за этой похожести взял, но еще конечно интересно попробовать органик водку от наших производителей, да, чистые росы Тайпил. Но у чистых росы у них сертификаты, извините меня, европейские есть, есть российские, есть, по-моему, на США, да, то есть все три. У белорусов сертификат один, наш отечественный. Все, мы органик водка. Ну, значит, что нам пишут здесь, что у нас в составе вода питьевая подготовленная, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья органик, а также спиртовой настой пироги. Все, больше ничего нету, ни сахара, ничего. Ну, спирт и пирога, это мне напоминает еще один продукт от кристалла, только там есть сахар, сахар еще в составе Всеслава Чародея. Мы почитали, насколько я помню, это водка ржаная, написано было. Соответственно, раз сырье ржаное, значит, она будет такая, должна быть водка-водка, прям приемистая. Ну, посмотрим, в общем, интересно. Вообще, выглядит, конечно, неплохо, гребаный белорусский акциз, заметьте, не заклеил язычок, поэтому я сейчас начну делать то, что делают. Даже вот как на чистых росах, вот этот вот контролька-сертификат сделана, такая же, зелененькая. Ну, ребятушки, ну, вот здесь этот гребаный акциз, он, конечно, не может не попасть. Ну, вот зачем вы так делаете? Ну, ну, такой себе чпук, если честно. Две посуды, не буду. Булькает, зачетно. Сразу буду нюхать, закрывать не буду. Органик, спирт, все дела, пускай, пускай дышит. Так, покатаем по бокалу, пускай чуть-чуть выйдет. Ну, так, чуть-чуть по стенкам что-то держится. И даже как-то медленно всплывает, то есть даже вроде что-то интересное. А, самое главное, догадайтесь, сколько стоит суперэлитная водка от Кристалла, выпущенная тиражом 20 тысяч бутылок, да, первым, и попавшая только в фирменные магазины, но при этом самое удивительное, что их не было, не было, не было даже в Минске, и вдруг появилось в Бобруйске, да? Нагадайте, сколько стоит. Ребята, 17 белорусских рублей за 0,7. То есть, ну, Кристалл... Я просто искренне ждал, что будет а-ля Бульбаш Резерв. И Женя ждал, да, то есть он говорил мне, что типа, говорит, рублей 70 минимум, 17. Ну, окей, ладно, понюхаем. Ну, это... Ого! Вот это да! Вот так уже получше! Ну, пахнет это откровенно так, знаете, так рисковато. А из рюмки? А из рюмки это пахнет нормально. Нормально, то есть из рюмки это лайтово водочная, отсюда вот так рисковато пахнет достаточно. Но честь хвала, спирт-вода, да, то есть самый классический состав. Даже сахара не взяли. Ну, ладно, давайте первую. М-м-м, водка. Ну, скажем так, заходит она достаточно нормально даже с первой. Есть какой-то такой порыв был у нее, вот меня чуть-чуть спиртом шубануть, но вроде как провалилась. Чуть-чуть есть по небу такое м-м-м-м-м-м-м ощущение. Но в целом, пока, слушайте, пока неплохо. Для первой рюмки, скажем так, ну, вообще как бы зашло нормас. Вторую, чувствую, лясну под огурчик, у меня там сбоку он есть. Короче, я вам скажу, что пока у меня ощущение, что эта водка, которая, ну, такая вот, она своеобразная. Она, кстати, здесь вот эта вот перга, которая во Всеславе и Чародея, она здесь отчетливее чувствуется, чем там, потому что, ну, такой вот есть этот травянистый привкус. Он мне сразу вначале был в нос немножко, ну, вот, что-то вот пошло такое. Ладно, вторая. Прокатал по деснам. Ну, сжение троха есть, но оно очень даже умеренное. Да, ребят, закусочный вариант. Под закуску вообще хорошо. Ну, зашла так. Я бы сказал, что это, ну, я не знаю. Я бы, честно говоря, не сказал, что это лучшая прямо белорусская водка. Но она и неплохая. За свои 17 рублей, ну, вполне себе, тем более, что это 0,7 за 17 рублей. Нальем еще парочку и будем двигаться к финишу. Что мне пока не очень нравится, то, что вторая зашла не намного лучше, чем первая. То есть она, вот обычно животки как бы разгоняются, да? Ну, дистанцию обычно проверяют третьи. Что я, собственно говоря, сейчас и сделаю. Не в то горло. На самом деле не хорошо зашла сейчас. Но я ее на вдохе, честно, выпил. И это вот сейчас вот было такое... Короче, это не есть хорошо, надо закусить. Иначе я не выживу. В общем, давайте подытоживать. Хоть третья сейчас и прошла как бы фальшстартом, но тем не менее. Ну, и что я могу сказать. Это водка. Да. Это водка, в которой чувствуется травяной привкус. И, честно, мне вот здесь травяной привкус не очень нравится. То есть он... Ну, вот это вот как со всеми водками с привкусом. Понимаете? Он чуть-чуть поднадоедает. То есть здесь они, может быть, этой перги чуть-чуть борщинули больше, чем в чародеи. Может быть, то, что спирт разный. То, что тут вот этот вот их органик, а там кристалл суперлюкс. То есть черт его знает. Но чародей для меня помягче. Что касается по вкусу. То есть, да, это неплохо. Но я говорю, вот чувствуется эта травянистость. Может, это мне. Может, кто-то и не почувствует. Она такая достаточно слабая, но она есть. Буду ли я это покупать еще? Ну, скорее всего, я точно это куплю еще раз перепробовать и попить. Да, потому что это не говно. Но сказать, чтобы прямо, чтобы у меня вот сейчас какие-то здесь продолжительные 40-минутные оргазмы свиньи происходили, и я тут хрюкал радостно в восторге, нет. Брать ли это на пьянку? Ну, теоретически можно брать. Особенно, если это с закуской. Там шашлычки, машлычки. Мне кажется, ну, зайдет. И водка... То есть, эта водка не хуже среднего ценового сегмента точно такого. Относить ее к элитке пока не уверен. Короче, пока моя оценочка где-то в районе баллов 7. То есть, это вполне себе пивабельно, вполне себе неплохо, но... Я ждал немножко большего. Носим, разрешите откланяться. Это был Инстаграм. Лайки, подписки, комментарии. Все, как обычно. Вы сами все прекрасно знаете, зачем я вам это говорю. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы. Ну да, вот что-то она на дистанции поднадоедает. Все.